Да тихо ты, не мучай! Тихо, тихо, тихо! Не мешай видео записывать! Друзья, как я и обещал, периодически мы будем проводить тесты на новом Nissan Qashqai. И сегодня у нас будет эксперимент на эффективность проклейки колесных арок. Как ни странно, на большинстве современных автомобилей очень хорошо слышен шум с дороги. Это может быть связано, конечно же, с разными факторами. Тонкий металл, экономия на сборке, ну или попытка сделать автомобиль экономичнее и мощнее за счет снижения его массы. Как я уже говорил, на данном автомобиле хоть и неплохая заводская шумоизоляция, то есть и двигатель, шум ветра и других машин не особо ощущаются. Но вот дорогу слышно очень хорошо, даже когда просто меняется асфальтное покрытие. Так вот, многие говорят, что достаточно всего лишь проклеить колесные арки и такая проблема уйдет. Мне, конечно, плохо в это верится, но я все равно съездил и закупил немного шумоизоляции. То есть 6 листов вибры по 2 мм толщиной, думаю должно хватить. И еще взял немного сплена толщиной 4 мм. Ведь он тут должен играть ключевую роль шумопоглотителя. А то многие клеят только вибру и потом удивляются, почему шум никуда не делся. Так вот, использовать их нужно только комплексно. В общем, поехали в гараж и все как следует протестируем. Для начала, наверное, стоит помыть машину. Ведь всем, думаю, уже известно, что чистый автомобиль едет тише, лучше тянет и меньше расходует топливо. Ну а сейчас возьмем прибор, который называется шумомер. Закрепим его в салоне с помощью присоски и специального зажима. Для того, чтобы измерения были более точные и всегда из одного места. Затем мы выйдем на асфальт и сделаем пару заездов с одной и той же скоростью. Думаю, замер прибором будет более точен, чем наши уши. Ведь мы любим сами себе внушать улучшения или оправдывать свои потраченные деньги. Но тут такого не будет. Кстати, этот шумомер, как и многое другое оборудование для гаража, я заказал на Алиэкспресс. И сейчас, наверное, многие скажут, так ведь это Китай. Возможно, для кого-то это будет открытие, но в наше время практически все, чем мы пользуемся, сделано именно в Китае. Просто кто-то покупает это у нас через кучу посредников и, соответственно, переплачивает. А кто-то делает заказы напрямую с Алиэкспресс. Вот все разницы. Стоит помнить лишь тот факт, что как у нас, так и там есть ушлые продавцы. И чтобы не попасть на их уловки, необходимо установить дополнение, которое называется АлиРадар. С его помощью можно посмотреть, как менялась цена на товар в течение длительного времени. Это нужно, чтобы не вестись на фальшивые акции. Также можно в процентах увидеть рейтинг продавца. Это тоже довольно важно. Ведь надежный продавец отправит не только хороший товар, но еще и сделает это быстро и качественно его упакует. Также АлиРадар поможет подобрать похожие товары или более выгодные. Это дополнение абсолютно бесплатное и легко устанавливается как на компьютер, так и на телефон. Ссылку на него обязательно оставлю в описании под видео. Пользуйтесь и не переплачивайте посредникам или хитрым торговцам. Ну а сейчас пойдемте делать замеры. Перед тестом, конечно же, отключим музыку и отопитель, чтобы не было лишнего шума. И поедем прокатимся по дороге с разным асфальтным покрытием. В процессе первых испытаний выяснилось, что показания шумомера плохо видны на камеру. Поэтому было решено переместить его на левую часть и закрепить основательно камеру. Ну а скорость была установлена постоянно с помощью круиз-контроля 60 км в час. Я пробовал разгоняться быстрее, но шум вообще никак не менялся. Так что решил оставить как есть. И у нас получилось среднее значение по крупнозернистому асфальту от 67 до 72 дБ. Ну а когда выехали на мелкозернистый асфальт, в салоне стало вообще тихо. И показания прибора были от 57 до 60 дБ. Сейчас едем в гараж, вывешиваем машину и снимаем подкрылки. В нашем случае сами арки довольно чистые и громкозвенящие. Такой металл очень хорошо передает в салон все шумы и вибрации. Кстати, для того, чтобы СТПшка надежно клеилась, поверхность необходимо обезжиривать. Тут опять же поможет очиститель тормозов от ВМП Авто. Бывают едкие составы в таких баллончиках, так что будьте внимательны. Ну а этот краске вообще не вредит. К тому же быстро испаряется и хорошо обезжиривает. Так что если надумали проклеивать авто, советую прикупить пару таких баллончиков. Они вам точно помогут. Сейчас делим лист вибры на 4 части, чтобы удобнее было клеить. И обязательно нагреваем его. Можно делать это феном, ну либо газовой горелкой. Ну а потом лепим на самые проблемные места. В данном случае это вся арка. В идеале нужно раскатать весь лист специальным роликом, чтобы нигде не остался воздух. Все шло, казалось бы, очень хорошо, но в самый ответственный момент, конечно же, начался дождь. Причем довольно сильный. И так как римзона у меня немного в печальном состоянии, пришлось загнать машину в мастерскую. Я думаю, это лучше, чем работать под зонтиком. И так обклеили всю арку виброизоляцией. Ну а поверх нее еще наклеим сплен. Также по всему периметру. Сейчас можно устанавливать обратно подкрылки. Как ни странно, они тут держатся без саморезов крылом. Но это ладно, с задней аркой разобрались. Переходим на перед. Тут ситуация уже немного другая, так как подкрылки пластиковые. Сходство лишь в том, что их также необходимо извлечь. Проклеивать будем только ту часть, которая к салону. Ведь смысла изолировать улицу от шума, думаю, нет. В общем, необходимо заклеить все отверстия, чтобы изоляция была максимально эффективной. Ну а сами подкрылки мы также качественно отмоем, высушим, обезжирим очистителем тормозов и наклеим на них один слой виброизоляции. От такой процедуры многие говорят, что даже шум шипов уходит. То есть ездите всегда, как на летней резине. Сам металл также заклеили виброизоляции и спленом. Можно устанавливать все обратно. То же самое делаем и со второй стороны. Сейчас, наверное, коров в салоне уже не слышно будет. Хотя тест покажет. Итак, сейчас поедем делать замеры. Как видите, уже наступил следующий день, потому что проклейка немного затянулась и по темноте я уже не стал ничего снимать. Так, по ощущениям, мне кажется, реально стало значительно тише. Но один недостаток в том, что я начал слышать шум от дверей. Ну хотя, давайте сначала сделаем замеры, ну а потом порассуждаем. Выйдем на ту же самую трассу, где есть переход зернистости асфальта. И сделаем замеры с той же скоростью. Опять же на груз-контроле. И даже прибор показал значительное снижение шума. Где-то на 5-7 дБ на крупнозернистом асфальте и около 2-3 дБ на мелком. Там, в принципе, и до приклейки было тихо, но все равно получилась разница, хоть и небольшая. Даже эти жалкие 5 дБ очень сильно ощущаются и в машине стало реально ехать комфортнее. Однако, приглушив шум от арок, звук пошел через двери. Я думаю, если проклеить их, то мы будем слышать крышу. Если проклеить крышу, будем слышать багажник. И это замкнутый круг. Поэтому шумоизоляцию все-таки желательно делать комплексно. Однако, для снижения гула от колес проклейки арок вполне достаточно. Так что имейте это в виду. Напоминаю, что краткие выводы по всем моим экспериментам и не только вы найдете в моем инстаграме. Ссылку на него оставлю в описании. Ну а кому понравилось сегодняшнее видео, ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить все новинки. Спасибо за внимание и пока! Субтитры сделал DimaTorzok